Пожар произошел в двухэтажном доме на улице Окса, 10. Спасательный департамент получил сообщение о пожаре утром в 6 часов 55 минут. Когда спасатели прибыли на место, то огонь вырывался из окна квартиры на втором этаже. Из горящего дома вынесли пятерых человек, но, к сожалению, не обошлось без жертв. Мы получили сообщение, что в двухэтажном доме, в котором 8 квартир, на втором этаже из окна вырывается пламя. Первыми прибыли на место происшествия спасателей из команды Лили Кюла. Первое, что они начали делать, это поиск пострадавших в горящем доме, чтобы их эвакуировать. Одного пожилого пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался. Наряду с двумя оперативными дежурными спасательными работами занимались 8 машин из четырех спасательных команд Кесклина, Лили Кюла, Копли и Ными. Что же касается тех людей, которые спасатели эвакуировали с горящего дома, то их сперва поместили в теплый полицейский автомобиль, а позже они нашли себе временный кров. Что же касается причины, за которой возник пожар, то сейчас это еще выясняется, поскольку из-за сильного пламени сказать более точно, почему началось возгорание сейчас сложно. Не исключено, что поскольку дом был с печным отоплением, а сейчас на улице сильные морозы, то виной могла бы быть неправильная топка печи. Но опять же, это только одна из версий. Когда условия позволят, то тогда можно будет более детально приступить к изучению причины, по которой возник пожар. Но на это потребуется время. Поэтому более точно сказать, почему загорелся второй этаж еще рано. И все же хочется еще раз напомнить всем владельцам квартиры, домов с печным отоплением или камином, что при нынешней довольно холодной погоде, если сразу начать интенсивно топить печь, то это может привести к печальным последствиям. Сильная нагрузка может губительно сказаться на отопительной печи, и вместо теплого дома результатом интенсивного прогрева может стать пожар. Поэтому лучше топить печь менее интенсивно, но несколько раз. Тогда печь достаточно остынет, и следующая топка будет безопаснее. Сергей Овченков, Петер Юльвайн, Новости Таллина.